Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая независимость. Инвестируя уже больше 20 лет, инвестиционный портфель превысил 20 миллионов рублей. Его, кстати, можно увидеть на канале по субботу. Сегодня я продолжу знакомить вас с полезной и важной информацией, которая периодически появляется и активно обсуждается инвестиционной общественностью всего мира. Я считаю это важным моментом для развития инвестора, так как это позволяет шире взглянуть на происходящую в мире ситуацию глазами уважаемых инвестиционных экспертов. Не переключайтесь, и вы узнаете, почему известный экономист Гарри Шиллинг считает, что фондовый рынок должен упасть на 40%. Также из этого видео станет известно, что Шиллинг не ждет быстрого восстановления рынков и потребительского спроса. Узнаете, почему Гарри Шиллинг уверен в наступлении новой Великой Депрессии уже со следующего года. Кроме того, будет и мое короткое скромное мнение по материалам этого видео. Начну. Краткая справка. Гарри Шиллинг является известным американским финансистом и инвестиционным экспертом. В течение своей карьеры работал в ФРБ Сан-Франциско, Мэрил Линч и Эксен Мобили. Итак, известный американский экономист в интервью на канале с NBC спрогнозировал падение американских фондовых индексов на 30-40%. Он обратил внимание на то, что фондовые индексы США сейчас близки к своим максимумам. Индекс NASDAQ просто улетел вверх ракеты. Это видно на графике. Однако, Гарри Шиллинг не видит в этом большой радости, предупреждая, что текущее ралли может привлечь еще большее число розничных инвесторов, которые в конечном итоге рискуют пасть жертвой неизбывшихся надежд. Чем выше поднимутся индексы, тем больнее будет падать. Шиллинг акцентируется на том, что именно надежды на резкое V-образное восстановление экономик, в совокупности с огромным потоком ликвидности от мировых центральных банков, поддерживают рост американских индексов. Этот безудержный рост на фондовых рынках он считает самым крупным пузырем в истории. Текущий рост заражения ковидом уже внес изменения в графике открытия экономики США. И скорое понимание того, что характер восстановления может быть не V-образным, а L-образным, ну вот к примеру, будет серьезным откровением для многих и не только для инвесторов. Гарри Шиллинг признает, что Федрезерв может смягчить этот обвал, но он уверен, что рыночные механизмы рано или поздно сделают свое. И котировки акций будут адекватно отражать будущие доходы компании. Далее цитата «Ситуация на рынке акций очень похожа на восстановление в 1929 году, а это период Великой депрессии в США. Сейчас есть четкая убежденность у всех, что вирус будет взят под контроль, а массивные монетарные стимулы активизируют экономику». Далее он проводит параллель с тем депрессивным временем, отмечая, что тогда, в 1929 году, люди тоже недооценивали масштабы проблем в экономике и сроки ее реального восстановления. И поэтому Шилинг конкретно предупредил, что нынешний ралли рискует завершиться болезненным спадом. А именно, в течение следующего года американские фондовые индексы могут упасть на 30-40%. Кроме того, Гарри Шилинг считает, что последствия пандемии будут разрушительными для глобальной экономики и будут влиять на нее еще долгое время, так как потребительский спрос совершенно не сразу вернется на предкризисные уровни. Он объяснил это тем, что большинство домохозяйств перейдут в режим экономии и продолжит опасаться за свое финансовое будущее. Ведь многие подошли к этому кризису неподготовленными, то есть имея некоторые долговые обязательства и, соответственно, кредиты. Вот тут можно поспорить с Шилингом, но только частично. Я не думаю, что именно большинство начнет или продолжит экономить. Были зафиксированы мощные всплески продаж после снятия санитарных ограничений, трозничной продажи имеется в виду, и как раз-таки опросы показывают, что многие очень хотят вернуться к старому комфортному уровню потребления. Другое дело, что не все смогут. А так, в общем и целом, по поводу сложного восстановительного периода, связанного с неспешным ростом потребительского спроса, я, конечно же, согласен. Думаю, что в России будет именно медленное восстановление, так как и раньше на протяжении нескольких лет народ не богател. Реально располагаемые доходы населения неуклонно падали. И этот неприятный процесс явно продолжится. А по поводу обвала рынка на 40% хочется сказать следующее. Ну вот, кстати, если вам нравится видео, то ставьте лайк и пишите комментарии. Ведь именно такие ваши действия продвигают этот ролик и канал по алгоритмам YouTube. И по ходу этих действий еще подписаться можно заодно. Так вот, что касается прогноза обвала фондового рынка на 30-40%, да, это, к сожалению, может быть, может случиться. Особенно если текущий рост заражения во всем мире продолжится и усилится. И дойдет до повторного глубокого закрытия экономики. Но думаю, что повторного, тотального закрытия экономики уже не будет. Мировые правительства будут искать иные методы противодействия инфекции и стараться не обвалить собственные экономики. Хотя локальные и довольно существенные повторные санитарные ограничения уже таки начались. Ну и еще один момент. Возможно, Гэри Шиллинг принадлежит к тем финансистам и инвесторам, которые просто хотят увидеть цены ниже. И для формирования негативного общественного инвестиционного мнения, ну попросту для манипулирования рынком, используют публичные площадки. Как будет на самом деле, покажет жизнь. А пока для беспокойства причины все-таки есть. Вирус активизировался сильнее. Риски и неопределенность повысились. Ну а на сегодня это все. Пожелаю вам удачных инвестиций в кризисный период. Всем здоровья и большой профит. Это и прибудет с вами сила сложного процента.